Добрый день, уважаемые председатели, коллеги. Разрешите представить вам мой доклад? На самом деле согласен с тем, что термин может быть не очень знаком для тех, кто занимается именно раком молочной железы, но в целом концепция очень похожа на опухоли желудочно-кишечного тракта, когда мы начинаем с какого-то лечения, далее делаем оперативное вмешательство и после операции ещё продолжаем свою терапию, поэтому я вот так её назвал, переоперационная. Очень много сегодня обсуждалось вопросов и различных клинических ситуаций, как поступать. Мой доклад в чём-то похож, в чём-то есть какие-то свои отличия. Итак, пациентка 57 лет. В течение последних 7 лет наблюдалась в районной поликлинике в связи с кистозной мастопатией, и в конце 2019 года у неё было выявлено образование в правом молочной железе, и она была направлена в городской клинический онкологический диспансер. При осмотре жалоб она не предъявляет, состояние её удовлетворительное. Статус локали. В верхненаружном квадранте правой молочной железы пальпируется одно образование с чётким контуром, бугристая, смещаемая, размером около 2 см. Периферические лимфоузлы чётко не пальпируются. Пациентка направлена до обследования. По маммографии у неё подтверждено наличие образования в верхненаружном квадранте, однако была получена информация, что она состоит из двух, но тем не менее они располагаются в одном квадранте. И примерно та же ситуация по ультразвуковому исследованию. Кроме того, в акселярной области и псилатерально был обнаружен вторично изменённый лимфатический узел довольно больших размеров, 26 на 21 мм. Выполнена трепан-биопсия опухоли и получено заключение инвазивный рак G2, эстрогены 20%, трогестероны 0, HER2-3+, и Ки-67-40%. Таким образом, у нас есть пациентка с диагнозом мультифокальный рак правой молочной железы, клиническая стадия Т1Н1М0. Есть некоторые сопутствующие заболевания, но они все первой степени и клинически незначимы. На ЭКГ их ЭКГ без значимых изменений. Итак, как мы будем лечить эту пациентку? У нас запустится интерактивное голосование? Я, к сожалению, его не вижу. Оно идёт? Марк Игоревич, голосование не идёт, но вы можете проговорить опции, а мы обсудим, какие бы мы опции назначили. Голосование не идёт. Ну, соответственно, первые две опции я выделил, как мы начинаем с операции, в принципе, пациентка операбельна, мы можем ей выполнить мастектомию и в одеванте провести весь необходимый курс. Здесь я, в общем, выделил либо с двойной антихер-2 терапией, либо только с использованием тростозумаба. Другой вариант мы можем начать с антрациклинов, затем далее токсаны плюс антихер-2 терапия, тоже либо в виде моно, либо в виде двойного режима. И также мы можем пойти без антрациклинового варианта, это четверная комбинация доцитоксел, карбоплотин, тростозумаб, пертозумаб. Или мы можем без антрациклинов и без карбоплотина, доцитоксел, тростозумаб, пертозумаб, и затем выйти на операцию. Как вы можете прокомментировать? Ну, различные опции возможны, безусловно, можно считать это опухоль операбельной. Сегодня хирургическое искусство позволяет удалять очень много что, но с нашей точки зрения при лимфатическом узле 26 мм технически удалимо. Но было бы логично все-таки рассмотреть эту пациентку категории Т1Н1 как кандидата для проведения неодивантной терапии. И учитывая ее иммуногистохимический профиль, я бы рекомендовал проведение двойной таргетной блокады с доцитокселом и карбоплотином. А безусловно, мы живем в реальном мире и не всегда это возможно, проведение такой терапии. Поэтому, возможно, те комбинации, которые вы представили и в том числе и с тростозумабом после антрациклинов, это тоже возможно. Поэтому здесь все зависит от того, что есть в арсенале клиники, но все-таки краеугольная, я считаю, это пациентка для неодивантной терапии. Я тоже за двойную блокаду в неодиванте. Да, спасибо. Но на самом деле, Петр Владимирович, вы правильно сказали, что все зависит от оснащения нашего арсенала. И оказалось, что двойная таргетная терапия нам оказалась под силу. Вот карбоплотин, видимо, нет. Но тем не менее, начали химиотерапию доцитоксел, тростозумаб, пертозумаб с января 2020 года. И после четырех циклов, в общем-то, у пациентки она отметила появление дискомфорта за грудиной. Перед госпитализацией сделала ЭКГ. По ЭКГ у нее частые желудочковые экстрасистолы, тахикардия, 124 удара в минуту. Была сделана эхокардиография. В общем, там каких-то значимых органических изменений нет, тем не менее, фракция выброса 56. Я здесь дополнил, что до лечения была 64. Соответственно, мы, конечно же, планировали сделать чуть больше, чем четыре цикла. Мы рассчитывали на то, что мы сделаем шесть циклов. Но тем не менее, вот она пришла. И мы решили сделать внеплановое обследование. Маммография от 20 апреля никакой патологии не обнаружена. Точно так же, как и по УЗИ. И пациентка консультирована кардиолога, и назначена кардиотропная терапия. И при дообследовании холтерское мониторирование. На нее никаких значимых патологий не выявлено. И противопоказаний к продолжению химиотерапии также нет. Ну и, соответственно, что же нам с ней дальше делать? То есть, все-таки, учитывая данное обследование, выполнить операцию или продолжить неодивант по прежней схеме, переключиться на какой-то другой вариант неодивантова. Ну, я здесь так пофантазировал, конечно. Вряд ли кто-то назначит четыре цикла карбоплотина. Но, может быть, мы можем на антрациклины перейти. Отклонение, то можно рассмотреть, надо смотреть клиническую ситуацию и выполнение хирургического этапа лечения после четырех циклов неодиванта в связи с токсичностью это возможно. Антрациклины однозначно нет, карбоплотина однозначно нет. Ну, либо выполнить еще два цикла по подобной схеме, если будет расценено, что эти отклонения клинически незначимы. Да, и я хочу сказать, вы правильно обратили внимание, но на самом деле, если посмотреть на исследования пертузумаба с тростозумабом, то, наоборот, отмечено, что сам по себе пертузумаб, он таким вот обладает кардиопротекторным действием на тростозумаб, и, наоборот, снижается эффект частота кардиотоксичности. Вероятнее всего, у данной пациентки реакция даже не столько на саму таргетную терапию, что нельзя исключить, а, возможно, и реакция на доцитоксил, который является сам по себе кардиотоксичным. И мы прекрасно же, да, все понимаем, что здесь, если исключить, мы не можем. Снижение фракции выброса, я вот сидела, пока вы докладывали, посчитали на 12%, это достаточно значимый критерий. Поэтому, вот как химиотерапевт, если бы меня спросили, при недопонимании, с чем связана вот такая реакция на доцитоксил, на таргетную терапию, связанную с тем, что рецепторы HER2 есть на поверхности кардиомиоцитов, я не могу сказать. Я бы, наверное, если это позволили бы хирурги, если бы сочли возможным, все-таки решила бы вопрос о проведении хирургического лечения с кардиотропной терапией, соответствующей дальше, уже бы решили бы вопрос, уже на вопросе, ну, следующий одевантный этап бы рассматривала. Мы мыслили абсолютно так же и решили, что нет смысла проводить далее кардиотоксичную схему, учитывая, что у нас уже был эпизод довольно неприятный, и направили пациентку на хирургическое лечение. Была и выполнена радикальная мастектомия помадан справа и гистологический, тотальный терапевтический эффект. Здесь использована шкала посаталов. Я с удовольствием послушал дискуссию относительно всё-таки, что же правильно, какую шкалу выбирать. Вот это уже, наверное, третья или четвёртая шкала, которая за сегодняшний день прозвучала. Действительно, наверное, требуется некоторая консолидация мнений экспертов. Но, тем не менее, никаких признаков злокачественной неоплазии обнаружено не было ни как в первичном опухоли, ни в лимфатических узлах. Ну и здесь я, в общем-то, расписал возможные варианты одевантного лечения. Некоторые из них, конечно, они больше гипотетические. И главный вопрос, который я хотел здесь обсудить, это нужно ли ей продолжать химиотерапию. То есть, в общем-то, мы химиотерапию выполнили не в полном объёме. Если мы обратимся к данным клинических исследований, которые у нас есть на сегодняшний день, конечно, четыре цикла доцитоксела как варианта химиопрепарата и двойной таргетной терапии, этого недостаточно. И здесь, конечно же, вопрос о том, стоит ли нам в одевантном каком-то режиме, как это, например, в Триофене нам рекомендуют три цикла эффект провести. Ну, здесь я написал как четыре оцену, это аналогично опции. Стоит ли нам доделать ещё два цикла доцитоксела, плюс-минус карбоплотины, антихердотерапия. Или, в общем, здесь уже мы можем обойтись у данной пациентки с учётом её токсической реакции без химиотерапии, назначить, соответственно, тростузумаб и ингибитор ароматазы, учитывая её возраст 57 лет. Вот хочется услышать Ваш комментарий. Честно Вам скажу, я не вижу показаний для продолжения химиотерапии у данной пациентки, но есть однозначно показания для продолжения таргетной терапии, и там гормонозависимая, насколько я помню, опухоль, поэтому, безусловно, гормонотерапия должна быть рассмотрена. Очень тяжело всегда рекомендовать что-то, когда не выполнено предыдущее условие, по тем или иным причинам, но на самом деле в исследовании подразумевается, там какой-то процент пациентов, которые сходят с запланированной терапией, это ожидаемое осложнение, к этому надо относиться абсолютно спокойно, и дальше просто нужно принимать решение на основании той информации, которая у Вас есть. Поэтому заключение патоморфологов позволяет нам обсуждать вопрос отказа от химиотерапии, но продолжение таргетной терапии, гормонотерапии. Да, и я в продолжении к Петру Владимировичу совершенно точно могу сказать, раз достигнут полный патоморфоз, то по соответствующим критериям таргетная антихиртва терапия тростовзумабом показана, но опять-таки очень-очень аккуратно с фракцией выброса левого желудочка начать, но я думаю, что все будет хорошо. И вот тут либо гормонотерапия ингибиторами ароматаза, либо тамоксихен, но опять надо подумать, взвесить, какую из этих опций лучше выбрать. Но мы должны все равно помнить, что основная проблема у больных рака молочной железы наряду, это все-таки, чего мы боимся, и даже в Адиванте обсуждается, это именно кардиотоксичность, а все-таки, ну, это хоть и женщины среднего возраста, но риск развития кардиологической патологии достаточно высок. Поэтому, понимая, что основным подходом на настоящий момент является хирургическое лечение выполнено, а таргетная терапия будет проведена, то вопрос, мне кажется, о химиотерапии здесь уже как бы закрыт для нее в данном этапе. Как приятно, что мы мыслим в одном направлении, и поэтому после операции данной пациентке была начата адивантная терапия по схеме тростозумаб плюс анострозол, и она ее получает до сих пор, сделано уже 6 введений, и пока кардиотоксического действия тростозумаба мы не отметили, она переносит все очень хорошо, у нее нет признаков сердечной недостаточности. Вопросы для дискуссии, которые я здесь вынес, мы, наверное, уже большинство из них разобрали в процессе обсуждения. Вот, наверное, у меня такой вопрос к Петру Владимировичу. Все-таки на сегодняшний день антихер-2 терапия, она очень эффективна в неоадиванте, и у очень многих пациенток опухоль исчезает. И, конечно, при такой ситуации оправдано ли установление меток до операции? У пациентки была опухоль из двух узлов состояла, располагалась в верхненаружном квадранте, и все-таки она изначально думала о том, чтобы будет у нее орган сохраняющая, сохранная операция, учитывая небольшие размеры опухоли, но учитывая, что опухоль полностью ушла, этот вариант отпал. Но вот это, наверное, основной вопрос, который мы еще не разобрали. Да, спасибо, что подняли этот вопрос, Маркович, потому что действительно маркировка первичного очага и маркировка лимфатических узлов на сегодняшний день является обязательным условием. Точно так же, как обязательно является трепандиопсия, которая уже ни у кого не вызывает сомнений, что должна была сделана быть у пациентки, у любой пациентки до начала лечения, независимо от размера первичного очага, эцетология уже не воспринимается как адекватный метод диагностики. Точно так же, как обязательно проведение иммуногистохимического исследования, независимо от размера первичного очага, точно так же мы считаем, что обязательно установка метки в первичный очаг, независимо от того, какой размер этого очага. И вот в этой ситуации, когда мы говорим о двух узлах, расположенных в одном квадранте, это еще более требует внимательного отношения, установки в каждой из узлов маркировки, для того, чтобы в последующем при достижении хорошего или обычного уже ответа на надювантное лечение была возможность правильно спланировать хирургическое вмешательство. И после выполнения хирургического вмешательства в случае ордносохраняющей операции, опять-таки мы говорим об обязательной установке метки в ложе опухоли для дальнейшего проведения лучевой терапии. С точки зрения установки метки в лимфатические узлы, мы тоже считаем, что это нужно делать. Это пока предмет клинических изысканий. Я не могу это рекомендовать в рутинную практику, но думаю, что это вопрос времени. И мы движемся вперед. Сегодня докладывались случаи 2016 года, и тактика за 4 года поменялась принципиально. Точно так же меняется, в общем-то, и диагностика, и требования к маркировке. И сегодня, если центр занимается надювантной терапией, будь то ХР2-позитивные, трижды негативные опухоли, маркировка первичного очага является обязательным условием для того, чтобы центр делал это правильно. Поэтому спасибо, что подняли этот вопрос. Маркировка должна быть обязательно. Спасибо. Спасибо.